Дмитрия Донского на подвиг. Восемь суток оставшиеся в живых хоронили своих товарищей, бойцов-ратников. На месте братской могилы был выстроен ран Рождества Богородицы. Русские победили. Христос воскресе! ПЕСНЯ Девушки отдыхают Нерушимый мир Врождей ненависти противопоставилась взаимная любовь Струящаяся в вечном согласии В вечной безмолвной беседе Отец, Сын и Дух Святой Сергий Радонежский созерцал ее молитвенно Об ней беседовал со своим ближайшим учеником Никоном И через Никона созерцание это коснулось Андрея Рублева И такой явилась икона Аузскому иконописцу Пресвятая Троица Спаси нас Мы точно не знаем, когда и где он родился, когда умный Мы почти ничего не знаем о его жизни Работ своих он не подписывал Считал себя только инструментом в руках Божьих Но несколько дошедших до нас его творений Изменили иконописную традицию православия И страшный суд Это не мрачное событие А торжество радости и справедливости А святая Троица С жертвенной чашей посередине Христовой жертвой Пронизана гармонией мира и жизни Он стал символом эпохи возрождения Руси Его имя Андрей Рублев Иконописец призван стать орудием Божиим Совершенным орудием исполнения воли божественной Так же, как едиными устами Мы поем символ веры Где говорится о Троице Так же это единение молитвенное И связывало воедино Духовные пути и преподобного Сергия И преподобного Андрея Рублева Духовные пути и преподобного Сергия Прости мне, великая Лавра Сергеева Если мысль моя с особенным желанием Устремляется к древней пустыне Сергия Так писал митрополит Московский Филарет Кто покажет мне малый деревянный храм На котором в первый раз наречено здесь Имя Пресвятой Троицы Отворите мне дверь тесной кельи Чтобы я мог вздохнуть ее воздухом Который трепетал от глазу и воздыханий преподобного Сергия Который орошен дождем слез его В котором отпечатлено столько глаголов духовных Пророчественных Чудодейственных Дайте мне Облобызать порог ее сеней Они истерты ногами святых Через которые однажды переступили Стопы Царицы Небесные Ведь это все здесь Только закрыто временем Или заключено в всех величественных зданиях Как высокой цены сокровище В великолепном ковчеге Откройте мне ковчег Покажите сокровище Оно непохитимо и неистащимо Из него без ущерба его Можно заимствовать Благопотребное Постережение в монахе Это обряд умирания для мира одного человека И появление на свет другого Преображенного Это прообраз страшного суда И входа в жизнь вечную Возьми ножницы и подашь тмия Возьми ножницы и подашь тмия Брат наш, монах Герасим Подстрезает плосы главы своей я Рцем сянем Господи помилуй Слава Богу Зло еще не торжествует Еще есть в мире вера, надежда, любовь, добро Прими, братья, монаши Герасим Щит веры, крест Христов Эти люди не зря отказались от мирского Даже от собственного имени Они молятся за нас Когда в 1961 году состоялся мой постриг В троице Сергиевой Лавре Покойный святейший патриарх Алексей I Сказал, что спросил у меня Какое бы имя я хотел бы оставить Я сказал, что я привык к имени Алексея Человека Божия, которое было мне дано В крещении Но святейший сказал, что Все-таки положим в раку преподобного Два имени Святителя Алексея Митрополита Московского И преподобного Сергия Радонежского И по жребию было вынуто имя Святителя Алексея Митрополита Московского И мне тогда так в личной беседе сказано Ну, преподобный, как всегда, уступил Святителю Алексею Митрополиту Московскому Лишний раз И деятельность преподобного Сергия Радонежского И святителя Алексея Митрополита Московского Указывают нам на сегодня Что нужно крепить единство Преодолевать ненавистную рознь мира сего В этом залог будущего земли русской В этом залог святой Руси Которая возвращается к вере Христовой И к заветам преподобного Сергия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин